Господин Алиев, пожалуйста, уважаемые коллеги, я призываю вас перед голосованием посмотреть фотографии, которые я из Нариуполя. Вы, может быть, не могли, не были в Донбассе и не говорили с родственниками тех, кто погиб от российского оружия, но вы могли бы понять их лучше, дистанционно. Если вы хотите свидетельства участия Украины в этой ситуации, то вы можете посмотреть фотографии российских солдат в Донецке, в форме Донецкой Народной Республики, фотографии тех же военных билетов, тех же людей, которые выданы Министерством обороны Российской Федерации и Донецкой Республикой, так называемой. У нас достаточно доказательств присутствия российских военных на территории Украины. Кто-то спрашивал меня, почему необходимо вводить санкции против российских парламентариев, поскольку, может быть, это несправедливо. Хочу напомнить вам, что они виновны во многих вещах. Во-первых, они голосовали за аннексию Крыма. Те, кто присутствуют здесь, голосовали за это. Они голосовали за вторжение военных сил на Украину. Они дали на это добро. Сомнений от них, никаких извинений от них мы не услышали. И резолюция 1990 была принята в апреле прошлого года. После этого никаких не было раскаяний, никакого диалога. Мы слышали вчера определение этого диалога. Госпожа председатель, мы попросили остановить это обсуждение, поскольку это оскорбляет украинцев. Уважаемые коллеги, в пункте 16, резолюция 1990, говорится о возобновлении полномочий. Мы на этом не настаиваем. Но санкции логичны, и необходимо оставить их на прежнем уровне, поскольку ничего со стороны России не было сделано. Вы видите, что есть цитаты. Факты говорят сами за себя. Но для меня поразило вот что. Нет последовательности между мотивационной частью и резолютивной частью, постановляющей частью. Это, скажем, как штраф 15 евро за убийство. Мы должны понять, что мы излагаем ясные факты, то мы должны на основе их соответственные санкции вводить, соответственные решения. В качестве компромисса я предлагаю принять подправку в отношении 15 апреля при обсуждении поправок. Спасибо.